С тех пор, как исчезли шляпы, городские улицы потеряли изрядную долю своего шарма и благоразумия, писал французский модельер Кристиан Лакруа. Но в 1981 году в Голливуде в армянской семье родилась Рехен Дудук Гиян, и все изменилось. Американку с армянским происхождением Рехен Дудук Гиян знают в мире как законодательницу мод на женские головные уборы, в том числе и шляпы. Предки Дудук Гиян из Западной Армении, приехавшие оттуда в США, спасаясь от турецкой резни. Прежде чем основать успешный бренд и стать лучшей в шляпном искусстве, Рехен много училась. Она закончила Калифорнийский университет, где изучала экономику и французский язык, стажируясь в Париже. После получила диплом Национального университета Сингапура, но и на этом не остановилась. Она увлеклась дизайном шляп настолько, что отправилась изучать тонкости ремесла в частных мастерских Японии и Китая, не ограничивая себя авторитетными европейскими частными школами. В 2009 году Дудук Гиян создала свою первую коллекцию шляп, на которую ее вдохновила мамина винтажная коллекция головных уборов. Первый творческий шаг принес Рехен успех. Ее шляпки раскупили известные светские львицы Америки. Пэрис Хилтон стала самой преданной клиенткой армянской шляпницы. Впрочем, на талант Рехен обратили внимание многие звезды Голливуда. Тогда молодая армянка и решилась основать свой бренд. Позже он станет одним из самых известных в мире люксовых брендов головных уборов. Бежу Ван Несс, названный так в честь армянонаселенной улицы Ван Несс в Голливуде, где прошло детство Рехен. Слава об авторских шляпках Дудук Гиян распространилась за пределы США и достигла стен Букингемского дворца. Главные уборы Рехен заказывали представительницы британской королевской семьи. Очень скоро Рехен Дудук Гиян стала голосом мировой моды. Она стала появляться со своими работами на обложках крупнейших влиятельных журналов W, The Note, Brides Magazine, El Korea, El Japan. Модные критики называют армянку законодательницей шляпной моды, хранительницей вековых традиций, сумевшей синтезировать новые тренды шляпного искусства и возродить культуру ношения женских головных уборов в самых разных уголках мира.